Доброе утро, друзья! У нас ситуация с дождями критическая, но вот, слава богу, у нас наша речка течёт, не застаивается, не затопляется. Это хорошо. Сегодня утром слышала новости, Венецию затопило, уровень поднялся, Венеция всегда в риске, что затопление неизбежно. Так и получается. В некоторых городах большие снегопады, школы закрыли, но у нас пока есть такая ситуация, более-менее спокойная. Вот такие дела. Чаку не нравится страшно гулять под дождём, но что делать? Всё, ребятки, побежали. Второго Чака сейчас отвезу к механику, заправлю полный бак и посмотрим, будет течь или нет. В общем, день начинается. Всё, пока-пока! А ещё покажу, как Чак вчера вечером не хотел выходить на улицу. Еле заставила. Ребята, жесть! Смотрите, погода какая! Капец! По идее, это должен быть снег. Но это дождь. Чак, давай, пошли, вперёд. Вперёд, Чак. Чак идёт в туалет. Ты куда пошёл? Пошли, вперёд. Давай, сам. Вот, пошёл сам. Сейчас посмотрите, как быстро он вернётся. Да. Хорошо я сегодня успела оформить окна. Мои ёлочки. Вот он пришёл. Молодец! Всё. Заходи, заходи, Чак. Стоп, стоп. Лапки чистить. Молодца! Мои молодца! Стоп, стоп. Куда, куда, куда ты? Куда ты? Лапки чистить. Стоп. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, надо или заказывать эту штучку, или же можно сделать сварку. Но мне посоветовал Федерико лучше поменять. Дело в том, что на это нужно время. Поэтому вечером жду звонка, не знаю, как будет. В общем, что-то должен придумать Федерико. Ну, а я с Чаком, как всегда, бегом-бегом. Сейчас покидаю ему кольцо и пойду на виллу к Пипи. Молодец, Чак! Хорошо! Ай, ребят, всё хорошо, когда идёшь пешком. Это отлично! Но только когда нет подъёма... Вот эти подъёмы убивают. Ужас! Вон, видно, как машины поднимаются наверх. И я тоже иду к тому подъёму. Ой! Ой! И особенно, когда ты спешишь, и хочется быстрее, а ноги не идут. Вот так. Листья уже... Вон, нету их уже. Облетели. Всё. Зима. О! Сейчас я тоже поползу наверх. Ребят, в Болонии строят в основном вот такие дома. Не очень высокие. Максимум на 6-10 семей. Вот такие симпатичные домики. Маком,айший, белый. Макисей. Ой, ребят, я не знаю. Это какая-то помощь, наверное. Смотрите, у него глаза разные. Боже! Ой, какой ты красотун! Глаза какие! Коричневый, голубой. Малыш. Ну, привет, зайчик. Ты меня не укусишь? Нет? Не кусайся, ладно? Не будешь касать? А то откусишь Лене пальцы. А у Лены Чакушка есть, да. А как потом Чакушка без Лены? Ребят, ну какой он красивый. Окрас обалденный. Ты как это... Козочка, или как он, барашек. Даже не знаю, с чем тебя сравнить, с кем. Ой-ой, задний ход, давай, задний ход. Я развернулся. Ну и куда ты? Куда ты пошел? Ты кто, девочка, что ли? Ребят, это девочка. Или же щенок. Ой, ребят, у него нет хвоста. Это что же за порода? Кто знает, ребят? Смотрите. Хвоста нет. Я, честно говоря, не знаю. Наверное, какая-то пастущая порода. Симпатичный. Или симпатичная. Вот кто на меня лает часто. Ну, теперь я тебя знаю. Всё, пока. Красотунка. Красивый. Или красивая. Ребят, очередной раз дошла до вилы. Чувствую себя хорошо. Как спортсмен. Уже я натренировалась. Чапать пешком. А где же оливки? А, получается, их уже собрал кто-то. Я даже не знала. Ага, уже кто-то собрал. Наверное, моя сеньора уже собрала. Вот в этих зарослях, как вы помните, кабан вот здесь бегал, с пипи играл. И смотрел на меня из-за кустов. Вот там он в дебрях. Ох ты, какое дерево красивое, жёлтенькое пока что. Ну вот, причапала, ребята. Собак никого. Все дома. Пипи тоже дома. Сейчас я с ней поиграю. Вот такая природа. Снега пока нет. Ребят, какой Федерико молодец! Привёз мне скутер на виллу. Он знает, какие у меня трудности, если нету скутера. Всё, еду домой, ребят. Как здорово! Просто молодец, Феде! Всё, я такая счастливая! Телефон у меня полностью разряжен, ребят. Всё, пока-пока! Спасибо за просмотр, ребятки! Пока! Всё хорошо!